всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня я хочу показать вам свою golden трезер и у меня с ней некоторые произошли изменения и неприятности месяц назад была очень сильная жара и при поливе точнее после полива корни все сварились я не скажу что был сильно обильный полив мы поливаем раз в неделю и она была тогда уже замечательно просохшая для того чтобы ее полить ну так или иначе несмотря на то что притеняем окна поток горячего воздуха все равно нам доставляет неприятности и проблемы поэтому со временем я начала замечать что у орхидеи начали листики становиться вялыми и в один прекрасный момент я увидела что все листья потеряли турго и они стали просто как тряпочки я сейчас поставила еще один судочек для того чтобы показать что мы потеряли вот срезала я низ стволика совсем чуть-чуть где-то может сантиметров 4 сантиметра вот нижний самый цветонос начал облазить и я его тоже удалила его надо было давным-давно удалить ну как раз появился случай это все от этого избавиться и у нее это уже вторые два листа которые я сняла тут пожелтели то есть в общей сложности 4 листа я сняла как вы видите еще около чешуйки сама чешуйка такая салатовая то есть она еще не до конца отжелтелась вот а сам лист уже такой темно-темно желтый то есть от края листа и в сторону шейки он желтел вот еще чуть-чуть салатовый край остался листья желтеют правильно в этом я не сомневаюсь и уверена сто процентов что листья желтели правильно и также на орхидеи есть листья которые желтеют тоже это вот этот лист вот он сейчас к свету повернуть так что можно было разглядеть вот видите уже желтовато я пятнышко появилась в отличие от верхней да вот верхний зеленый лист и вот от края листа вот он уже пошел желтеть и дальше пошел вглубь туда тоже но тут еще мало видно слабо вот с краю очень сильно видно другой цвет видите самого листа очень сильно тургор потерян это только потому что не было корней у нее осталось всего два корня субстрата вот который в субстрате сидели я их уже намазала фундазимом такие подозрительные места кончики тюкнула то есть и оставила подсыхать у меня какая проблема на данный момент вот еще цветонос тоже недавно я срезала он еще полностью не отжелтился наполовину только вот если показать на свет видно да он там внизу зелененький я фонарик не включаю потому что многие очень сильно возмущаются тем что я включаю фонарь сейчас уже вечер и очень трудно и тяжело передать все цвета радуги все что есть какие оттенки что с орхидеей происходит какая проблема же у меня с этим цветоносом который самый нижний нижний цветонос у меня вот там где стволик видите вот заканчивается стволик шейка точка роста будем говорить и вот этот вот цветонос углублять субстрат я не могу так как на нем прошу прощения за руки я в субстрате ковырялась выбрасывала и руки не успела помыть и на нем сидит деточка деточка очень мало как видите сами и на ней всего три корешочка она нам дала листик вот он новый третий и на вот этом цветоносе вот есть пыль пачка тоже сегодня у меня с камерой происходит вот я уже взяла бумажечку чтоб лучше сфокусировать в общем там у меня есть пыль пачка и непонятно будет детка или нет тоже оставила но это цветоносом более выше располагается по точке роста и как бы он и не мешает мне больше вот волнует посадка с углублением вот этого цветоноса сейчас в долгих раздумьях посадить вы мог углубить либо же в субстрат то бишь кора как а чипсы не пойдут потому что они не благоемкие собственно говоря также как и мог но мы быстрее просыхают летом и лучше с ним меньше проблем у орхидеи есть также воздушные корни вот один вот один и вот еще маленький вот вот это пыль пачка вот она нижняя там где мой ногаток там должен был быть цветонос это еще старый прошлогодний который я задушила и он так и не развился поехали дальше с обратной стороны не мало никак свату сфокусировать вот там где корень там черное пятнышко дети конечно очень тяжело на руками и снимать и держать и плюс еще детку чтобы не снести вот я конечно уже фундазимом намазала но она видно вот поближе если показать вот то есть придется мне и этот лист снять так как методом вырезания у меня не получится собственно говоря на обратной стороне тоже были пятнышки кое-какие я промазала сейчас орхидея просохла я буду ее сажать вот единственное не знаю как ее посадить так как цветонос с деткой очень низко расположен и корни тут всего два корня за счет которых она будет жить еще пока месть вот вот эти два цветоноса старых вот эти срезанные видите вот их надо будет еще больше срезать так как они были очень глубоко в субстрате я не видела как точно их отрезать ну сейчас уже все прояснилось я их срежу до ноля как говорится все чешуйки сняла почистила все что могла с уж там уже осталось это все оголенная шея уже посветлевшая в общем остается только посадить ее и ждать новых корней на обратной стороне он видите там у нее есть корешки воздушные если бы не не цветонос который расположен очень низко я бы уже срезала где-то на вот этом уровне вот так вот вот так вот это вот палочкой и уже посадила бы ее над водой или в закрытую систему но так как цветоносы очень низко расположены мне придется их как-то у меня не меня вокруг субстрата вложить и очень хорошо придется ее закрепить в горшке чтобы она не падала не шаталась была хорошо закреплена в горшке чтобы наращивала корни чтобы они не ломались вот ну и сейчас придется наверное еще вымочить орхидейку я просто немножко в недоумении почему я задумываюсь и размышляю вот то бишь я сейчас могу ее так и оставить и подождать ваших комментариев либо же уже посадить и потом просто не хочется все это переделывать даже не знаю что сейчас предпринять действительно меня немножко ошеломил этот случай я знаю девочки меня сейчас поддержат в том что я сильная я все могу да я все умею у меня все получится а вот внутренний листочек у нас хороший лезет то есть растение замечательно развивается несмотря на то что потеряла очень много корней вот вот эти два листочка еще тургор держат хотя уже этот мягковат а этот еще такой тверденький уверенный значит растению есть на чем жить на чем развиваться несмотря на то что она такая вот и вот этот лист очень сильно скрючился я сначала не поняла в чем дело но теперь уже понимаю что это была жара сварились корни и вот это все что мы потеряли может быть даже и больше потому что я половину всю весь субстрат выкинула и я не знаю что там осталось еще может еще что-то осталось но это все вперемешку и со старыми корнями и с новыми воздушными которыми я сажала очень жаль очень печально смотреть на эту картину ну я сейчас наверно пересажу ее кстати я хочу сейчас показать вашу какой был и в какой посажу вот огромный это самый огромный горшок который продается в магазине 18 или 21 размер диаметр не помню но почему она сидела в таком горшке объясняю в прошлом году летом если кто помнит у нее была очень огромная масса корней она даже в этот горшок с трудом влезла и на протяжении всего года замечательно развивалась если бы не лето и не сильная жара теперь же она переедет в первоначальный горшок в котором выращиваются орхидейки это 12 размер диаметр по моему я уже не помню вот и будем начинать в рубавра с нуля опять все заново но у нас и детка жива и мамаша жива вот пока месть не могу ничего сказать что будет дальше я как бы сама еще до конца не уверена выживет ли мама потому что в таких случаях бывает все по-разному мне мешает вот этот цветонос на котором детка если бы не этот цветонос я бы просто вообще не спрашивала не рассуждала бы посадила бы так как полагается и даже и может быть и видео не снимала бы а так пришлось мне обратиться к вам в таких случаях как вы делали как у вас это происходило ну и вообще какие методы применять снова раз этим цветоносом я конечно влетела и стволик оголился и ешь не углубишь а если углубишь то цветоносы моментально начинают и гнить и желтеть конечно ситуации бывают разные видите вот цветонос еще красный только наполовину там еще зелененький и тут так же само вот он только начал вот отсыхать а тут еще все зелененькая вот воздушный корешок вот воздушные корешки ну вот все при ней только если к не цветоносы которые располагаются очень-очень низко и вот еще воздушный корешок может за счет него мы будем жить ладно не будем огорчаться будем жить будем дружить и реанимировать на этом я наверное завершу данную часть вот скорее всего я сейчас посажу и уже покажу наглядно что у меня получилось процесс этот не быстрый еще нужно нужно будет подумать а может быть я ее оставлю сейчас вообще в этом судочке до завтра и буду завтра что-то применять в общем жду пока мисс ваших комментариев на данный момент я в раздумьях в размышлениях на продолжение банкета